Приветствую вас. Ну что, я могу вам сказать. Напишали вы, конечно, много. Опишали вы себя подробно. Другое дело, что, понимаете, вот из вашего описания многие вещи все равно остаются непонятными. Я постараюсь вам пояснить, какие именно вещи непонятны. Ну, во-первых, значит, вы пишите, что я всегда была очень домашним ребенком, несмотря на бой, ходила в детский шаг, на переприкотовку и в институт. Я не смогла влиться в так называемый социум. Вот домашность ребенка, скажем так, внутри вас, она связана с чем? Вот то, что вы домашний ребенок. Вот как у вас это обуславливается? Чем? То, что вы домашний ребенок. Домашний ребенок – это ребенок, который предпочитает находиться один. и предпочитает находиться наедине с собой. Это человек, которому комфортно наедине с собой. Но вы-то именно стесняетесь, вы-то именно не можете наладить контакт. Получается, значит, ваша домашность чем-то обусловлена. Получается, у вашей домашнисти есть определенные обоснования. Вот и давайте подумаем, какие могут быть обоснования у вашей домашнисти. С чем она связана, домашность ваша? Вот это первый момент. То есть, если вы пишите, что я всегда была домашним ребенком, то вы как бы уже преследуете определенную цель, ну, скажем так, себя оправдать. То есть, вы сразу навешиваете на себя ярлык, что вот вы домашний ребенок. То есть, это вот такая, знаете, такая защитная реакция от несения себя к определенной социальной группе. Далее, значит, вы пишите, что родители пару раз пытались отдать меня на танцы. Кстати, почему именно на танцы? А эти родители пытались вас отдать. Как у вас вообще складываются отношения с родителями? Как они к вам относятся? Относились и относятся? В результате чего вы стали такой домашний? Почему они вас, например, ну, вот, не стимулировали к тому, чтобы быть более социально активной? Вот. С чем это связано? Может быть, сказано это с тем, например, что вы не единственный ребенок, и что вы младший ребенок. То есть, что у вас есть сестра, например. То есть, может быть, ситуация связана с этим. то, что вот у вас есть сестра, да, и, собственно, из-за этого, из-за того, что у вас есть сестра, вы, значит, все время получали, скажем так, больше ласки, больше внимания, ну, чем, например, нужно было бы. Потому что, объективно, объективно, а вас, как о более младшем ребенке, беспокоились больше, может быть, опекали больше, ну, и так далее. То есть, здесь варианты, здесь есть варианты, но, так или иначе, за эти варианты, их нужно проработать. Обязательно. То есть, как складывались отношения с вашими родными, и так далее. Это важный момент. Потому что, ну, понятно, что без этого момента сложно будет последить динамику вашего развития. Значит, а почему родители отдавали вас именно на танцы? А вы сами куда хотели? И вы, вот именно вы куда, куда вы хотели? Или вы никуда не хотели вообще? А просто, например, вам было все равно, вы никуда не хотели, а вас испытали с отак на танцы. Но это значит, что родители допустили некую ошибку в вашем воспитании, и после пытались ее исправить. Правда, надо сказать, что исправить они ее пытались, ну, довольно-таки непродуктивно. Вот. Далее. Значит, вы любили проводить выходные с бабушкой. Почему? Вот что вам давала бабушка, что она вам предлагала такого, что вас привлекало? Вот что именно? Вообще, какая у вас была ценностная ориентация в тот момент? тогда. Вот как вы себя рассматривали? Какие ценности были актуальны для вас на тот момент? Тогда. Вот. Бабушка – это очень, очень хорошо. Вот. Но, тем не менее, бабушка – это довольно специфичный представитель родных, довольно специфичный представитель близких, которые несут в себе, опять же, несут в себе довольно специфичные ценности для, вот, ребенка, то есть, для вас. И вот нужно, надо бы понять, что это за ценности. Что за ценности вам дала бабушка? Какие они были, эти ценности? Нужно постараться их определить, потому что определенность, что на вас бабушка оказалась сильное влияние. Очень сильное. И с его последствием в итоге нужно работать. То есть ценности, установки, какие-то взгляды и так далее. Все это нужно разбирать. Значит, я предпочитала отдавать газоперекти, выходные, иногда выходила гулять одна, в основном, читала и смотрела любимые фильмы. Значит, опять же, интересный момент. Вы пишите, что любимые фильмы вы смотрели и любили выходить одна, гулять. То есть, правильно ли я вас понимаю, что вы не видели общих интересов со своими, ну, скажем так, со своими сверстниками? Общих интересов вы не видели? А пытались ли вы сверстникам своим донести свои интересы? Пытались ли вы сверстникам как-то вот дать понять, что вам интересно? Пытались ли вы как-то раскрыть свои интересы именно перед ними? Если да, то какой был эффект и результат у этого? Если нет, то, соответственно, а? Почему? Почему нет? Вот. Вы пишите о том, что люблю читать литературу различного рода? Люблю тественные науки, разговоры с смертниками, обычно ограничены обсудения приметов и занятий. Почему? Почему только этим? Почему вы не рассказывали свои фильмы любимые и так далее? Вы стеснялись этого? Вы стыдились этого? Если да, то с чем связан стыд? С чем связано чувство стыда? Скорее всего, идет у вас неприятие себя, каких-то вот своих качеств, черт и так далее. это тоже очень важный момент, что вы не принимаете себя. И, собственно, именно по этой причине, по причине того, что вы не принимаете себя, вы не можете с другими людьми общаться. Нельзя принять других людей, если вы не принимаете себя. А себя вы, как я понял, не принимаете. Далее. Вы пишите следующее. Значит, я всегда неловко себя чувствовал на публике. Здесь неуверенность в себе и, я бы сказал, ориентация на то, что о вас подумают люди. то есть, вот, излишняя изоляция ваша привела к тому, что вы стали, ну, много думать об этом, много времени вы проводили наедине с собой, и, соответственно, из-за этого вы склонны анализировать по сути то, что вот, ну, с вами происходит. вы склонны анализировать, и отсюда ваши, на мой взгляд, проблемы имеют место быть. Когда человек много времени проводит наедине с собой, когда человек себя не принимает, когда человек не может, ну, вот, позволить себе быть тем, кто он есть, собой, вот, тогда и появляется то, о чем вы, собственно говоря, пишите. То есть, неуверенность на публике. То есть, постоянные мысли о том, как вы выглядите, что вы делаете, вот, как вы смотритесь, ну, и, в общем-то, так далее, и так далее. неуверенность но это почти всегда, неуверенность в себе. И вот, соответственно, нужно подумать, в чем именно вы не уверены, почему вы не уверены, и постараться сформулировать, сформулировать для вас такие задачи, выполняя, которые вы были более уверены в себе. это, на мой взгляд, очень важный аспект в данном случае, в данной ситуации для вас. Это очень важный аспект. Значит, далее. Вы пишите о том, что значит, меня иногда критиковали за неактивность, но и хвалили хорошие атынки, или ёмкие высказывания. Мальчикам и девочкам особо не было интересно, но это понятно. Почему? Потому что вы не проявляли никакую активность, свои интересы вы не реализовывали, отсюда, соответственно, отсутствует интерес к вам. Значит, пару школьных подругов у меня было, но несколько месяцев общения, игр, друг с другом, они уходили другим романем. Как вы думаете, по честному, что-то не устраивало, старались ли вы их как-то удержать, вернуть, заинтересовать, или просто опускали, если просто опускали, то почему? Мой страх проявлять себя полностью публично начался в возрасте 8 лет. Значит, в возрасте 19-20 лет пробовал ходить в спортклуб, но занятие бронсалове довольно-то не любило скопление людей на групповую тренировку. значит, ну вот, собственно, с возраста 8 лет. Вот, это ваша основная проблема. Это ваша основная проблема, которая заключается именно в том, что вы просто-напросто на данный момент не знаете, чего вы боитесь. То есть, что стоит за этим страхом? За знаком для публики? В чем вы не уверены? Имеете ли вы четкий образ себя для публики? То есть, знаете ли вы, как вас видят другие? и главное, можете ли вы знать, как вас видят другие? Старайтесь, пожалуйста, на этот вопрос ответить для себя. почему? Он очень важен. Дело в том, что вы себе кажетесь одной. А люди, которые видят вас, они воспринимают вас иначе. Вы для них другая. И я хотел бы, чтобы вы вот это разграничение старались сделать. То есть, люди видят вас совсем не так, как вы себя видите. Образ вас, я думаю, что вы могли для себя уже уяснить. Образ ваш, как вы его себе представляете, и образ ваш, как он видится другим, это две разные вещи. и вот нужно вам через работу, например, работу, допустим, зеркалом, то вы становитесь, например, вы становитесь, например, к зеркалу, да, и, собственно говоря, у этого зеркала пытаетесь выглядеть, например, так, как вам хочется, чтобы вас видели другие люди, допустим. Это вот куда более такая, знаете, правильная, верная позиция. если вы будете к этой позиции стремиться, то есть, если вы начнете вырабатывать в себе, помимо, вот, помимо того, что мы, ну, или вы с экспертами будете разбирать причины своих страхов, что за ними стоит, вам еще нужно будет в обязательном порядке работать над своим образом, внешним, образом поведения, образом внешним, да, образом таким, как вас видят другие люди, чтобы вы выглядели перед людьми именно так, как вы хотите, чтобы это было контролируемо для вас, а не в коем случае не бесконтрольно. вот. Значит, дальше, в принципе, вы пишите про то, что, ну, пишите вы диагнозы медицинские, здесь я комментировать ничего не буду, это, скорее, врачам, психотерапевтам, психиатрам, вот. Хочу сказать, что вы стесняете сейчас даже спросить у кого-то, как пройти куда-то, и выходили в спортклуб, где, опять же, перестали заниматься по той причине, что, значит, вам не понравились большие скопления людей. вот. Ну, мне бы хотелось у вас несколько вот отдельно спросить, чем вам, вот, чем вам на сегодняшний день эти вот большие, большие скопления людей не нравятся, вот, чем они вас не устраивают. Какую угрозу для себя вы в этих людях, ну, в этих скоплениях, может быть, людей, да, видите. Вот, постарайтесь этот момент для себя понять, для себя уяснить. Он, на самом деле, очень-очень-очень важен этот момент. Потому что, м-м-м, за угрозой всегда что-то стоит. За угрозой, которую вы видите в этих самых больших скоплениях людей, всегда что-то для вас есть. Опасность, которую вы, может быть, даже не осознаете. эту опасность нужно осознать и понять. Увидеть ее. И скорректировать свое поведение так, чтобы эта опасность для вас просто перестала играть реальную роль. и вы вы говорите про то, что мужчины были старше вас на 10 и 12 лет, соответственно. и здесь я бы тоже хотел консистовать вашим выбором таким таким то есть вот чем продиктовать ваш выбор такой мужчин всем он связан этот выбор и так далее. Потому что 10-12 лет разница в возрасте довольно большая и соответственно какую-то цель вы преследовали какую-то цель вы преследовали когда значит выбирали вот себе такого мужчину какую-то цель вы преследовали теперь надо вы просто понять что это было за какую роль вы сами себе в этих отношениях в отношениях с мужчинами да отводите то есть вот как по-вашему как по-вашему вам нужно себя с мужчинами вести вообще то есть не важно с какими мужчинами не важно сколько им лет вы свою позицию рассматриваете вот именно свою позицию по отношению к мужчинам рассматриваете как что вы можете дать мужчине что вы можете ему предложить почему он должен быть именно с вами что мужчина должен вам предложить почему он должен быть именно с вами и так далее почему именно вы должны быть с ним и почему он должен быть с вами вот так правильно вы пишите что хотите семью ребенка зачем для чего это вам вот пытайтесь подумать над этими моментами работы на самом деле с вами предстоит довольно много если вы решите всерьез работу с психологом поэтому выбирайте эксперта не торопитесь смотрите так чтобы он вам понравился и и потихонечку начинайте свой путь для формирования своей свободной жизни я желаю вам удачи всего доброго если вопросы какие то остались пишите в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи